Знакомьтесь, это Лариса. Лариса настолько редко появляется в кадре, что скоро я смогу начинать видео именно так. Скажи, приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. И сегодня, дорогие друзья, мы продолжаем с вами знакомиться с рецептами, приготовленными по технологии СУВИТ. Мы используем вот такой вот прекрасный прибор МИРТА. Есть у нас на канале обзор этого прибора. Когда мы его получили, мы разобрались с ним, сняли полностью обзор, осветили все его возможности. Если вам интересно, ссылка на обзор будет в описании этого видео. Сегодня мы приготовим грушу в медово-винном кармельном соусе. И сейчас Лариса нам расскажет про ингредиенты. Это Ларисын рецепт, поэтому я вот... знакомьтесь. Рассказывай. Значит, мы сегодня приготовим грушу в очень таком интересном соусе. Нам для этого понадобится... Ну, мы сделаем две грушки, да? Может, три? Нет, ну давай пока две. Пока две. Хорошо. Грушу будем, естественно, готовить по технологии СУВИТ. Да. Нам для этого понадобится 40 мл апельсинового сока, цедра апельсинчика, половина палочки корицы, звездочка Бадьяна, ванилина немножко. Неправильно назовешь ванилин? Я вот сколько раз говорю, во всех, во всех твоих видео я говорю, ванилин, он не воняет, он пахнет, он должен называться пахнилин. Ну, ты понимаешь, не все поймут. Пахнилин. Ну, друзья, ну, 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 согласитесь, что ванилин какое-то дурацкое название. Вот для меня оно вообще ванилин. Я в детстве недоумевал. Почему ванилин? Сколько мёда? Специально для тебя скажу, пахнилина немножко. Мёда две столовых ложечки. И сколько мёда? 150 мл. Шато-Контар, Dry White Wine, ну, такое какое-то. Сколько мл? Ты все остальное хочешь выпить? Да, а чего нет? У нас, видите, сегодня 150. 150. Видите, у нас такие нервные стаканчики, я Ларисе купила, чтобы ей удобно было всё отмерять. А то она с пластиковым этим большим посудиной. Ома, смотри, мне в баре можно работать. Чик. А там ещё пузырьки были. Ты знаешь такую фишку, почему бармены наливают вот так вот в мензурку свысока? Они наливают по пузырьки. Когда пузырьки оседают, напитка меньше. Вот, видишь? Друзья, простите за лирическое отступление. Давайте приступим к приготовлению прекрасной груши по технологии Сувид в апельсиново-медово-винном карамельном соусе. Вот. В первую очередь нам надо грушу почистить. Пока Лариса чистит грушу, расскажу ещё несколько слов, почему мы готовим эту грушу именно по технологии Сувид. Да, всё очень просто, потому что технология Сувид позволяет выдержать очень точную температуру. Если мы начнём грушу варить в кастрюльке, то она у нас просто, ну, банально разварится и превратится в пюре. А так мы получим нежнейшую грушу, после этого карамелизируем соус, зальём грушу соусом. То есть она не потеряет, ну, по крайней мере, не должна потерять своей структуры, своей формы. То есть это останется именно грушей. Я включил прибор. Ещё что классного в технологии Сувид и в самом приборе Сувид. То, что обычно блюдо готовится достаточно долго. То есть начиная там от получаса, в среднем стейке, допустим, готовится 2 часа в Сувиде. Кстати, скоро сезон стейков и у нас будет целая серия видео. Мы снимем о приготовлении видео, о приготовлении разных стейков по технологии Сувид. Но это отдельно. Получается, вы помещаете в пакете продукт в кастрюлю, в которой стоит прибор для приготовления блюд по технологии Сувид. И забываете о нём. Устанавливаете нужную температуру, устанавливаете нужное время и всё. Больше вам делать ничего не надо. Если вы готовите овощи, кстати, надо сделать видео о картошечке. Картошечку по селянске в Сувиде. Это такая вкуснятина, друзья. Это вообще... Ну вот на сковородке не получается так сделать, как получается по технологии Сувид. Вот. Помещаете туда продукты и забываете об этом. Через нужное время прибор вам просигналит о том, что всё готово, шеф. Теперь, чтобы всё было красиво, а у нас всё должно быть красиво, вот берём мочалочкой... Да покажи мочалочку. Вот такая вот мочалочка с такой жёсткой фиговиной. И зашлифовываем как наждачкой грушу, чтобы она была, ну такой, чтобы не было этих ребрышек от... Ну, друзья, это опционально, это чтобы было красиво. Вот Лариса хочет сегодня порадовать меня. Вкусно и вкусно. Видите, какая она стала? Круглая. То есть, вот сравните с той. Та ещё ребристая, а эта уже кругленькая-кругленькая. Вообще ребрышки стёрлись. Точно так же сделаем и со второй грушкой. После того, как мы зашлифовали грушу, режем её на две половинки. Стараемся разрезать максимально ровненько. Ну, у Ларисы получилось. Я думал штангель-циркуль или линейку принести. А нет, не надо. После того, как грушку почистили, вернее разрезали, аккуратненько вырезаем плодоножку и ложечкой извлекаем серединку. Ну, что ты закрыла всё руками? Покажи, как ты это делаешь. Вот так вот, да. Нам эта серединка не нужна. Там косточки, камешки грушевые. Вот в результате у нас получаются такие ровненькие, красивые половиночки с вычищенной серединкой. То же самое делаем со второй грушей. Висит груша, нельзя скушать. А что это такое? Я не помню. Какой ответ этой загадки? Давай не будем углубляться. Ты же не помнишь. Ладно. После того, как покончили с грушей, приготовим соус. Ну, вернее, основу для соуса. Вино. Апельсиновый сок. Вот так вот. Мёдик. Коктейльчик сейчас у нас получится. Может, это в прикуску отдельно грушу, отдельно вино с апельсиновым соком? Не знаю, конечно, насколько вкусно вино с апельсиновым соком и с мёдом. Ни разу не пробовал. Мы уже в груши попробуем. Хорошенько размешиваем, друзья. Размешали мёдик и добавляем, условно называем его, пахнилин. Ух ты, сколько? Пол ложки? Да нет, немножко меньше. Но ты в граммах написала в рецепте, да, сколько? Да. Отлично. Вот Лариса не любит писать в граммах. Да сколько там на кончике ложки? А я настаиваю на том, что рецепт должен быть указан в граммах. Друзья, кстати, я вот это лень гуглить. Может, кто-то знает ответ на загадку. Висит груша, нельзя скушать. Готов. Готов наш соус. Теперь берём в зип-пакеты. Помещаем туда наши грушки. Готовленные бадьян, корицу, цедру лимона. Отправляем в пакетик с грушами. Туда же приготовленный медово, вина, апельсиновый соус. И сейчас его в су-вид. Су-вид разогрели до температуры 80 градусов. Помещаем туда пакетик. Чтобы вот так вот вначале помещаем. И выпускаем из зип-пакета весь воздух. Выставляем время 1 час. И оставляем нашу грушу на час вариться. Через час су-вид нам просигнализирует. Ну, не су-вид, а прибор для приготовления блюд. Су-вид просигнализирует о том, что груша готова. И мы еще сделаем несколько незатейливых действий, так сказать. И будем пробовать. Через час прибор подал сигнал о том, что блюдо готово. Достаем наши грушки. Вареные в сиропчике. Наша задача сейчас перелить сироп в сотейник. И из него сделать соус. Вот так, да, перелее. Сироп мы отседим от всех приправ, с которыми он варился. И выпарим где-то процентов на 60-70 на медленном огне в течение минут 15. Просто сейчас поставим на плиту, не будем это снимать, чтобы не делать очень длинное видео. Пахнет, друзья, просто божественно. Такой запах вообще потрясающий. Итак, груши выкладываем на тарелочку, а сироп выпариваем. Дорогие друзья, Лариса сварила соус, сироп такой. А покажи, какой он консистенции получился. Такой, как очень жидкий мед. Выварили его. И давайте красиво сервируем нашу грушку. Ты ее лепесточками нарезаешь, да? Ну да, сейчас нарежу лепесточками. И до конца нарезать. Лариса, не видно, что ты делаешь. Зато коту все видно. Вот так вот, видите, Лариса ее нарезала лепесточками. И как бы разложила так, распластала по тарелочке. Ты немножко под углом режешь, да? Ну, в принципе, это не обязательно. Главное, тоненько так, не очень толстыми полосочками. И не до конца дорезать, чтобы его потом можно было развернуть веерочком. Уже такая импровизация. Если вы пригласите гостей, друзья, и подадите им вот к десерту или там, ну, не знаю, на сладкое. Такие груши вы просто очень своих гостей удивите. Это такая вкусная штучка. Теперь поливаем сиропом. Как она пахнет божественно, вы себе представить не можете. Это нечто. И сверху десерт можно украсить. Можно подать его шариками мороженого. Будет очень классно, очень вкусно. Ну, можно с какими-то ягодами. Но ягоды, наверное, лишние будут. Сверху немножко украсим шоколадной стружкой. И Лариса, я вижу, приготовила сахарную пудру. Хотя не знаю, нужна ли она здесь. Ну, раз Лариса, одну давай с сахарной пудрой, одну без. Вот так вот. Да. Ну, хорошо. Хорошо. Хватит. Хватит. Она же забьет весь вкус груши. Ты же сладенькая любишь. Я люблю. Ну что, друзья, наше блюдо готово. Сейчас давайте посмотрим на него вблизи. Лариса вот так вот еще украшает сиропчиком красиво. Посмотрите, ну не красота ли это, скажите мне. Ну что, попробуем. Попробуем. Попробовать. Продегустируем, так сказать. Ну что, дорогие друзья, попробуем. Я Ларису спросил, а можно ли это как хинкали, так взять за хвост и сразу съесть. Она мне не разрешила. Поэтому попробуем. Попробуем. Попробуем, что Ларису на золотые ручки приготовили. Лариса, это божественно. Попробуй. На тебе ножик. Друзья, это настолько потрясающе. Такая вкусная груша получилась. Я вам просто передать не могу. Фонтан вкуса. Невероятно. Ну и, конечно, я еще кусочек съем. Позволите. Вот так вот с соусом. Она очень сильно ароматом пропиталась. И такая сочная. Она вот очень сочная. Кисло-сладкий, такой очень яркий вкус. Неприторный совершенно. В общем, дорогие друзья, это надо пробовать. Так я вам не передам. Но однозначно я вам хочу сказать, такой десерт без сувида не получится. Она либо разварится в кашу, груша, она, я не могу передать, она такой классной консистенции. Она вот вареная и в то же время не вареная. Но она потрясающая. Это нечто. С удовольствием представляем вам рецепт груши в винно-апельсинно-медовом соусе от Ларисы. Она его сама придумала. Ну, то есть, груши такие как бы делают где-то. Где-то кто-то их делает, наверняка. Но соус придумала Лариса, а он просто божественный. Друзья, надеюсь, что видео вам понравилось. А у меня аж слюнки текут от этой груши. Сейчас мы ее залопаем здесь. Ну, может, и по бокальчику вина выпьем за ваше здоровье. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Ставьте пальцы вверх. Да, Лариса? Обязательно. А мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, дорогие друзья. Пока.